Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 4 января, 23 год. Так как обычно, стараюсь каждый день сделать вам два видео с моим анализом ситуации и соответствующими небольшими прогнозами на ближайшие периоды, периоды, которые, думаю, для всех, кто меня смотрит, осмотрят десятки тысяч. Мой канал и другие каналы, в том числе там Шелест, Политека, ну Политека что-то сдрейфило. Давно не слышно тоже Людочки моей, Немыри дорогой. Ну давление идет, давление идет на все, так сказать, инакомыслящие средства массовой информации. Каток работает, диктатура Зеленского, Ермака, Шмеля-ля, работает слух народа. Все по схеме, как было при Кучме, при Януковиче, при Ющенко, при Порошенко. Все то же самое. Зеленский рассказывал про свободу слова, когда он там с этим Порошенко дискутировал на стадионе. А все то же самое, еще даже хуже под видом, так сказать, войны. Но это я вам более детально в следующем втором видео сделаю. А сейчас давайте про Московию, Российскую Федерацию, и про Путина, и про его неудачи, и даже, можно говорить, крушение. Крушение путинских надежд, и, соответственно, тех, как он губы раскатал в начале 22-го года. Думал, что, ну, Медведчук ему, конечно, лапши на уши навешал, и прочие там эти Юрии Ковальчуки, и этот Патрушев, и все остальное. Шоблак, конечно, Путина они, ну, и, естественно, и Рогозин, и этот Дугин, и вот этот Проханов. Я бы на месте, ну, я, конечно, не буду на его месте, но уже давно надо было их в расход пустить. И особенно надо пускать ему в расход. Это Сему Могилевича Шнайдера под фамилией жены, он там в Сочи сидит у Путина, одна из его резиденций, но он носа боится высунуть, потому что он в первых этих рядах списка на розыск Соединенными Штатами Америки. Но они его не трогают, им бы надо Фиртыша забрать. Если бы Фиртыша забрали, это, так сказать, кошелек. Сема Могилевича, это его финансовый казначей, главный мозг. Если бы мозг вырезало США, ну, может, Трамп вырежет. Вот сейчас республиканцы там, другие там есть такие, они сейчас будут требовать от Австрии, чтобы им отдали этого Фиртыша. Если отдадут Фиртыша, то, конечно, Семе Могилевичу мало не покажется. Еще надо посмотреть, где же там тут галушка, сколько ему, он что, до 100 лет хочет, так сказать, добраться или что. Вот. Поэтому, конечно, уже можно говорить, что Путина Сема Могилевич Шнайдер подставил по полной программе, потому что они бабло имеют, Зеленский их человек, все у них нормально. Патрушев подставил, с этим встреча была же с Зеленским в Омане или не было. Медведчук и так далее. Ну, как-то Путин не может эти, как-то квадратики, эти кубики сложить, блин. Тоже, вроде не такой совсем глупый. Но все-таки, видно, сказывается эта работа. Пиво много пил у себя там, когда был в ГДР, в этом Дрезденском клубе, завклубом. Ну, это так. Но давайте посмотрим реальные неудачи и крушения. Итак, первое. В новом году, конечно, для них они с этим зашли в Новый год. Это сильнейший удар по Макеевке, по этому ПТУ, где было их очень, этих мобиков, которые стали гробиками. Это реальность, которая, это, конечно, ну, как бы возмездие. Это возмездие за то, что они делали с Киевом и украинскими городами, начиная с октября. Но, в принципе, конечно, один из самых жесточайших был обстрелов Киева и Киевской области, и Николая. Ну, всех тут даже нечего города наши перечислять, и так ясно. Вот, которые сделали. Это же все-таки Рождественский пост. Это был и День Святого Николая, и так далее, там, Барвара и прочее. И они вот в эти дни такие благодатные, они еще крестят. Как еще вы креститесь? Вы же совершенно, вы же не христиане. Вы же просто эти убийцы, служители зла черного этого. Вот, так что получается? То есть, в этом Макеевском ПТУ их очень много ушло, так сказать, грузом 200 и 300. Я так полагаю, из того, что я так читал, смотрел, что где-то в целом потери 200 и 300 доходят до 700 человек. Это очень много, очень много. Причем очень много вот этих двухсотых, они уже официально признали 89, потому что они понимают, что это же, они по частям признают, что там развалины, разбирают и так далее. Потому что, если цифру сразу назвать, там, 200, 300 и больше, а может и 400, то тогда бы это вообще был полный шок. Это же не просто так было, как с этими предыдущими, которые типа контракты подписали и пошли. А это уже мобилизованные, то есть, у них постоянная связь, тем более на Новый год оказаться на чужой территории, встречать Новый год в этом, блин, ПТУ, Макеевке. Что там делать? Совершенно какие-то безумные, совершенно безумные, безумные люди, которые, так сказать, на это пошли. И главное, что не повернули оружие против этих, которые их туда послали. Их же послали мультимиллиардеры, мультимиллиардеры долларовые. Это же не то, что государство какое-то там, ну, были коммунисты, да, там Сталин был, потом эти. Ну, это были, как они, они не были ни, они даже сотни тысяч долларов не имели, там, никто из них не имел. Просто они были, как бы, вот, владели командными висусотами, соединили себя с государством. Вот. А это же государство империалистическое, нынешняя Российская Федерация. Чистая империя, небольшая, такая наглая, агрессивная, во главе которой стоят мультимиллиардеры. И вот эта вот вся биомасса в кунцлагерное, которую превратила КГБ эти остатки Российской Федерации, которая хочет стать основой империи, она настолько глупа, настолько, ну, по своей сути, не понимает политэкономических констант, что она, ее используют для обслуживания, для обогащения, сверхмонопольного обогащения паразитического, мультимиллиардеры, шоба, которая стоит во главе. Всякие, то есть, они обслуживают Сему Могилевича, они обслуживают этого Галушку, которому больше 90 лет, остальных там, Шойгу, который тоже, ну, я думаю, миллиардер, мультимиллиардер 100%. Этого, этот, как он, Суровикин, он тоже миллиардер уже, это понятное дело. Хочет тоже быть мультимиллиардером, понятное дело. Этого, ну, Путин, само собой, Ковальчук и эти там, эти всякие другие, там их можно перечислять и перечислять, да? Мишустин, миллиардер, конечно, мультимиллиардер, это тоже понятно. Я думаю, этот Белоусов Олег, первый замужем миллиардером стал. То есть, Песков, миллиардер, конечно, этот, как он, Дмитрий Медведев, я думаю, мультимиллиардер. То есть, долларовые, долларовые. И вот эти несчастные люди, которые на этих просторах в Москве и живут, они своими жизнями бросают себя в топку под этими идиотскими лозунгами, что они что-то там защищают родину. Где ваша родина? Это что, Грозный, Чечня? Или это Дагестан у вас родина? Или это Кабардино-Балкария? Или Якутия? Или Тува ваше роде? Причем тут Воронеж, славянский Воронеж, к этому самому, к, ну, кому там, например, к Грозному, да? Или к Туве, да? Или к Калмыкии. Ну, какая сопоставимость Белгорода, славян, которые там живут, в Воронеже, ну, в Ростове там? И какое вы отношение имеете к Кавказским республикам? Объясните. Или к Якутам. Или к Хантамансийцам. Объясните. Это вы можете это соединить, блин, или нет? Тупорывые какие-то. Ну, так же нельзя. Просто же там у вас только Курск, да? Умные ж люди там живут, все. И они их бомбят. Они первые на линии фронта, где-то Кавказ тут, да? Где там этот кадыровский, этот тейп там, да? Он же далеко. Как до них добраться? Или эти шаманы там в Туве сидят. Или на Алтае эти там, как они, башкиры, татары. Какое вы вообще? Они типа вообще или язычники, или мусульмане. А вы христиане, ортодоксальные славяне. Ну, как вы можете с ними соединиться? Они уральская группа, а вы славянская группа. Вы индарьи, а они, блин, совершенно другие. И говорят один народ. Какой народ? Ребята, какой народ? Огститесь, очнитесь. Но этого нет понимания. Совершенно нет. Итак, смотрите. То есть, вот эта вот Макеевка, конечно, сжахнула там Самара. Они собрались возле вечного огня. Слышите, возле вечного огня там лежат атеисты и все. Они там типа гвоздики несут, крестятся. Там бобенка какая-то такой в шубе неплохой. Кто специалист, посмотрите. Это норка, наверное, да? Так похоже. Норковая шуба, но такими там отворотами. Я так думаю, что настоящая. И говорит, будем мстить. Я вот мужу сказала, муж у нее тоже где-то на нашей украинской оккупированной территории. Я так понял, там какой-то, видно, дивизии командует или что-то такое. А говорит, он, ну это не командовал тем полком. А там же прибили там этого, нашли они уже там останки какого-то там полковника в этом училище. Ну их там много, они же их разберут сейчас. Говорит, ну я ему сказала мстить. Ну она глупая, недалекая женщина. Ты ему сказала, а теперь же ты себя проявила. Теперь верифицирую твоего мужа. И потом вот это же все. И где кто же тебе следующую шубу купит? Мозгов нет совершенно. Ей бы где-то там спрятаться и тихонько сидеть. А она варежку открыла, что надо мстить. Ты подожди еще. Ну может хочет от мужа своего избавиться. И знаете, потом такое есть выражение. Она ему мстила, 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 мстила. Ох, как сильно мстила. Да, это так говорили про это самое, про такого там этого. Одного из наших президентов. Что его жена мстила, мстила, мстила ему за то, что он ей тоже, так сказать. Она ему задание давала, а он не выполнял. Ну то ладно. Так вот смотрите. Так вот смотрите. То есть вот это тяжелейшее такое психологический удар по Путину, конечно. Он там в ярости. Но это его Суровикин подвел. Это Суровикин его, так сказать, подставил по полной программе. А он Суровикину перед этим Новым годом дал третьей степени орден за заслуги. Георгия, да, что-то. Георгия, наверное, я так понимаю. Это ж надо, да. Суровикин награжден орденом третьей степени. Слышите? Делать тебе нечего. Вот тебе отблагодарил Суровикин по полной программе. Потом они дают объяснение. Что ж там произошло? Как они потом хамерся, ну и вампиры этих побили, и то этих. И более там сотнями прямо украинцев за это врут. Врут. Почему? Это понятно, что всегда врут. Потому что каждый же сейчас за свою шкуру думает. А Суровикин, он по своей натуре абсолютно лживый. Конечно, Путин все-таки кагибист. Ну, какой-то такой, как это сказать, суррогатный кагибист. Но все-таки же уже за столько лет должен же людей понимать. Суровикин, он лживый по своей натуре. Он бы иначе не выжил бы. Он убийца и брехун. Ну, а дети лжи это кто? Это дети сатаны. Поэтому на него посмотреть, у него рожа сразу видно чья. У этого Суровикина. Короче, обманул он по полной программе. Ну, и Шойгуша он обманул, и Герасима обманул. То есть Суровикин обделался полностью. Теперь смотрите, дальше. То есть вот это у него такая, пришла ему нежданчик очень тяжелый для Путина. Дальше это же для всего мира. Все же пишут, о, ты смотри, как эти украинцы сжахнули наше морожие. Ну, далее у них тяжелая ситуация с точки зрения таких знаковых очень фигур, которые, так сказать, пошли к Обзону и Жириновскому. Ну, это Стремиусов, плюс там целый ряд других. Видимо, что Сальдо туда пойдет скоро и Рогов, и вот этот Запорожской области. Это такой там у них, такой крупненький, как там его фамилия. Вот он такой, ну, очень откормленный, очень, уже готов, уже готов, как говорится, на заклане абсолютно, я так понимаю. Но очень важно то, что произошло с этим Рогозиным на его дни рождения, женой там его и все, с этим осколком. И его сжахнули же этой французской артиллерии, артиллерии Цезарь. Что это-то, ну, вытащили у него этот самый кусок там металла с позвоночника, все, ну, уже видно, что все, уже не тот Рогозин. Уже не тот Рогозин, вот, но это же очень серьезный, так сказать, пример для Кириенко и для прочих. Теперь Пескова, я думаю, их теперь туда и не затащишь, потому что они же видели, что с Рогозиным стало. Бравый такой, сын генерала КГБ, сам генерал КГБ, все, Роскосмосом руководил, там был первым этим руководителем фракции. Ну, столько, там, и к обминам, там, первый зам, что ли, ну, в общем, регали, 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 от регали до регалова полная была. И вот он теперь дошел до того, что вот этот, значит, осколок, слышите, он вручил или послал, послал, кажется, послу Франции в России, вот, ну, такой осколок приличный, конечно. И, чтобы он его передал Макрону, что вот это ж такими стреляют по бедному Рогозину и его там охранников, и там у него они прямо там остались, жены их и прочее. Слышь, Рогозин, так ты в Пучу приедь сюда, в Ирпень приедь, посмотри, что вы, гады, наделали. Что вы делаете, сколько пыточных камер нашли, вот сейчас там опять нашли в Николаевской области, в этих самых и в других областях эксгумировали деток, так сказать, которые твои же уроды обстреливали и так далее, и так далее. Сколько детей погибло в Украине, сколько раненых, это ты сделал, Рогозин, это все твоя работа, блин, и твоего этих всех уродов вас, вот, вы же там натыривали все время. Вот и тебе пришла расплата, но это ж ты даже выводы не делаешь правильные. Но самое главное, что теперь остальные тоже будут бояться, уже Кириенко так просто не поедет, и Мишустин не поедет, и Песков не поедет, как я говорил вам, да? То есть они уже каждый будет, как Коломойский говорил, уже оглядываться будут, оглядываться будут. Вот это, конечно, серьезнейший удар, то есть этот удар пришелся по верхушке, по очень близкому ядру, молодому ядру КГБ. Все-таки ему 59 лет, он думал, что он еще будет расти и расти, теперь уже только вниз будет расти, это уже понятно. Теперь смотрите дальше, что. Бахмут. Бахмут, это я вам про военный этот аспект рассказываю, профиль. Пригожин уже старается, ну, тоже, я не пойму, Буданов, ты все, блин, выступаешь, выступаешь, все на этой кофейной гуще гадаешь, там, гадаешь. Все, ты бы этим пригоженным занялся, взял бы малюка, да, вместе как-то объединились бы, да, что-то подумали бы там этого самого, Корчинскому там нечем заниматься все время, маскарад устраивает, то в одного оденется, то в другого. Вот такой, смотри, с такой с усами, Корчинского взяли бы тоже туда бы, да, это самое, чтобы он организовал как-то с этим пригоженным вам встречу Корчинский же. Может, Арестовича возьмите, они ж не зря курсы у Дугина проходили в начале 90-х годов, Дугин же их там, и КГБ чему-то ж обучало, связи, наверное, какие-то остались. Здесь Занюка бы позвали, тут тоже говорят, там же был ведь там Вуна-Унсо, там, помните, его расследовал Путин, вот, и такой бы у вас сложился, такой ансамбль бы там, да и нормально было бы. А то этот пригожин уже совсем распоясался, он уже прямо с этого, с этих моргов возле Бахмута не выходит из больниц, там где-то выступает и рассказывает, но у него ситуация, его уже к стенке припирает. Ну, понятно, Рогожин человек Семен Могилевич, а как иначе, откуда бы этот Рогожин взялся, правда? Это ж только, что Путин его бы сам, он типа вино там развивал, да, типа рестораном, он бушом наливал вино, а теперь он уже целый такой вырос в такого монстра, который там мандарины и апельсины возит на линию фронта украинским военнопленным, да, нехиленько так получается, да. То есть, ситуация под Рогожиным горит, потому что их там, украинские воины рубят их как капусту, рубят, 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 только листья летят, как говорится, дребезги летят, 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 они говорят, да нафига нам это надо, что ж это ты нам делаешь, ты же нам говорил одно, а тут совсем другое. Поэтому, конечно, ну и для Путина, он же видит, что это все брехня оказалось, это африканская Вуду, эти все центральные африканские республики, где там ЧВК было, где там Мали, там Судан и прочее, что-то не срабатывает. На просторах Украины эти все практики африканские, кубинские не срабатывают, нигерийские. Идем дальше. Дальше ситуация следующая. То есть, с Бахматом тоже тяжело, тут тебе еще Сватова, тут тебе Кременая. То есть, нигде нет для него позитива, а каждый день 700, 800, 600, 500 и больше, 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 тюх-тюх-тюх, все уходит, уходит, а где ж их брать? Где ж их брать столько? Ну, они ж мобики-гробики, но все-таки у них какие-то остатки мозгов же есть, они же не, и тем более, они ж не эти, не ЧВК, не пригожинцы, которые, как говорится, день прошел, как говорится, вроде как еще, типа, остался, ну и нормально, что остался. А потом, они ж, они совершенно отрублены в этом плане. Дальше. Херсон потеряли, потеряли. То есть, столько денег потратили, столько всего, и все в холостую, все, ни одного областного центра за 10 месяцев не взяли. Да, ну, было 7% оккупировано, добавили к ним сколько там, 10%, 11% оставшихся, ну, 17%, ну, 18%, там, никто ж не хочет сказать, сколько оккупировано. Все говорят, освобождено, освобождено. Зеленский, так вы же скажите, сколько оккупировано на сегодняшний день? Что же вы фрете, Зеленский, все время? Но областных центров больше не захватили. Это, конечно, для них тоже полный облом. И там потихоньку Кременная, Сватова, конечно, эту дорогу взяли под контроль. То есть, там у них очень сложная ситуация. Ну, и плюс рубят, 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 рубят. Теперь смотрите, что дальше. А дальше же у него еще есть такая очень тяжелая международная жаба сейчас, которая раздувается в космосе. И вот-вот лопнет. У них же там страшная авария на этом Союзе. А на Союзе сидит один американец, слышите, два москалита. То есть, их там трое. И они все время держат же этот, он пристыкованный к этой станции международной. И дверь все время, люк открытый. Потому что нельзя закрыть. Потому что там сразу повышается до температуры, до уровня Сахары. 50 градусов и выше, до 60+. И там эта дырка, она же внешняя, она все время увеличивается. Это же может нафиг вообще развалиться этот Союз в космосе. И эти космонавты, американец и два этих московито-российских улетят в космос. Так сказать, там спутниками станут, где-то там будут крутиться для чего-то. Представляете? То есть, у них катастрофа в космосе. Полный там звал. Снять они их не могут. У них нет корабля. Они думают, что они смогут это сделать в феврале месяце. Слышите? Так до февраля там этот корабль развалится нафиг. Уже американцы просят этого Илона Маска, чтобы он как-то попробовал. Там Драгон где-то пристыкован с другой стороны к этой станции. И там свой экипаж. Четыре человека. Могут ли они забрать этих троих? А Маск тоже не знает, как он заберет их или не заберет. То есть, сейчас Путину такая пиндюля налетит по полной программе с космоса. Он все там щеки надувален и Рогозин там и все. А тут оказалось полный дрызг. Абсолютно дрызг. И я думаю, что может быть там катастрофа и гибель этих трех космонавтов. Вот это будет, конечно, Путину еще такой, ему такой сразу этот самый котел с помоями на голову оденут конкретно. С его космическими достижениями. И они ничего сделать не могут. Теперь смотрите, что получается дальше. Дальше. То есть, у него получается в военном деле никаких достижений нифига нет. Абсолютно ничего нет. Нидея, сколько народа бросает, бросает. Ну, понятно, что московицкие жители РФ, они разрозненные. Они колониальные рабы. Это концлагерь. Они все запуганы. Там стоят надсмотрщики. Там стукачи через одного. Каждый третий на двух стучит. Там очень сложная ситуация. Два миллиона самых умных мозг, которые выехали. Но там же еще хуже. Там же у него, вот, то есть, на войне у него никаких успехов нет. Он кучу всего потерял. Дроны Иран, Тигран, не может, шахиды эти не помогают. Он находится в изоляции международной. То есть, у него везде, куда ни кинь, клин. Но у него же экономика в полной заднице. Я понимаю, что он этим не упикуется. У него типа Мишусти. Но я вам называю такие цифры. Смотрите. Корпорация Лукоил за год ее акции обвалились с конца 2021 по 2022 год больше, чем на 30%. Газпром акции обвалились на 53%. Сбербанка, его же самого Грефа, любимого когда-то, на 54%. Чистый отток капитала за 2022 год составил 251 миллиард. Но будет больше. Я думаю, будет до 300 миллиардов. Ну, 300, может, нет. Но 270 точно будет. В 2021 году был отток всего 74. Тоже отток, но 74 миллиарда. Падают же упали акции и на этой бирже и РОС, и МОС. Вот. То есть, у них экономика летит в тартарары. Но этого еще мало. Этого еще у них мало. Смотрите, что у них дальше получается. Итак. У них получается следующее. У них падает цена на нефть. Она сейчас начала падать опять и на Брент, и упала, и на ВТИ американский упала. И на север, на море нефти, этот Брент. Но падает на их этот самый Уралс. Причем на Уралс так сильно начало падать. Причем это было на еще, они не показывают нам, так сказать, 4 января. Я думаю, 4 января там падение еще будет более серьезное, чем сейчас. Так вот, получается следующее. Что у них упала она где-то снова до 56 долларов. Но это на третье было. А на четвертое, я думаю, будет 54. А у них там такая мулька, что они, если ниже 70 долларов, то они тогда не могут пополнять вот этот свой фонд, там, типа национального какого-то там возрождения. Ну, как они придумывают все время название, меняют. Неважно. Короче, у них очень плохая ситуация. И ситуация в экономике ухудшается с каждым днем. То есть, я вам назвал цифры падений по их корпорациям. Но у них еще хреновее получается. Следующее. Это то, что у них падает, поскольку падают доходы. А они запланировали, что в 2023 году у них от нефти, газа и нефти этих продуктов будет 34, там, даже больше доходов в госбюджет. При том, что госбюджет они запланировали дефицитным на 2023 год. У них он и в 2022 уже дефицитный. У них в 2022 году инфляция по потреблению где-то 15% будет. И падение ВВП у них будет по итогам. Они же боятся сейчас его даже показывать. Так вот, смотрите, что у них. У них падает доллар. Это рубль падает к доллару и к евро. И если мы с вами посмотрим на четвертое число, то получается, что где-то так. Вот в продаже, в банках евро покупка где-то 70, около 75 рублей за дно евро. А если вы хотите купить евро, то до 80. То есть, вот в этом диапазоне. То есть, скорее всего, в ближайшее время в связи с падением цен на нефть и на газ. Газ же падает в Европе уже 700 долларов за тысячу кубов. Даже, я думаю, будет сейчас еще меньше. Это все падает, значит, у них начинает падать российский рубль. Но этого мало. И то же самое у них с долларом происходит, потому что доллар от 70 до 75 пошел. То есть, получается, началась девальвация их российского рубля. То есть, опять к сотне все идет. Но и это еще, так сказать, не все. У них получается следующее, что наибольшую долю в доходах России занимают нефтегазовые доходы. Прогнозируются они на 23-м году 34% это должно составить. То есть, получается, это у них на 23-й год. Они и так запланировали, что у них будет дефицит. А поскольку нефть-газ дешевеет и нефтепродукты, а с 5-го февраля Путину еще одного ежика Запад запускает, потому что будет запрет на перевозку морскую нефтепродуктов. Плюс у них ушла с рынка компания, которая делала им вот эти вот танкеры для перевозки жиженого газа. Плюс Германия полностью освободилась от энергетической зависимости Российской Федерации по углю, по нефти и по газу. То есть, это вообще полный. Они там 55%, 35% имели. Все, Германия послала их нафиг. Плюс у него в 22-м году уничтожили его и Северный поток-1, и Северный поток-2. Плюс подорвали этот Крымский мост. Плюс Жанкой. Плюс потеряли крейсер Москву. Плюс потеряли остров Змеиный. То есть, куда ни кинь, Путину везде, как говорится, стоит гильотина. Ну, и это ж еще не все. То есть, практически эта ситуация у них будет ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. И, естественно, деньги к нему не зайдут. Плюс его шантажируют теперь. И Китай его шантажирует. И эти, которым он кольца подарил, мне пишут, что там типа кольцо безразмерное, там сделано так, что можно его разъебать. Но, ребята, это не так просто его разгибать. Это вы такие умные. Вы что, его одевали себе? И тем более, мы же не знаем, на пальцы они будут одевать или на что-то другое будут эти кольца одевать. Вы же не знаете, что вы такие все разумные у нас. Поэтому, как говорится, полная у Путина будет сублимация. Мне один пишет, а вы понимаете, что такое сублимация? Сублимация разная бывает. В том плане, каком я понимаю физическом, это переход из одного состояния вещества сразу в осадок, минуя жидкообразное состояние жидкости. То есть, от Путина останется кусочек сухого льда в ближайшее время. Вот о чем речь идет, понимаете? То есть, фактически, ситуация у них очень такая жопская, прямо говоря, мягко выражая. И это еще не все, потому что нефть будет падать, газ, цена будет падать, и все остальные, так сказать, показатели тоже. Поэтому на фронте у него тоже успеха нету, и его втравили. Его Запад втравил, фактически поставил его в такой цукцванг, с которого в нынешней ситуации он выйти не может. И вот теперь посмотрим, как будут развиваться события. То есть, победить Украину при нынешней поддержке Запада, вот в том модели, которая есть, Путин не может. Ну, ему надо что-то делать. Ну, если остатки разума есть, там, говорит, у него, говорит, весь мозг разложился, но мозжечок еще бился, то он должен, если инстинкт самосохранения есть, то он должен прекратить. То есть, ему надо переориентироваться. Надо переориентироваться. Ну, куда переориентироваться? Ну, пусть они сами думают. Ну, увидим. А если не додумаются, то мы им подскажем, правда? Вы с Олегом Соскиным. Поддерживайте канал, пожалуйста. Ну, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok